Всем привет! Сегодня мы не стали выезжать в область, потому что мы не могли здесь сегодня не снимать, друзья, исторический момент. Наконец-то открывается стадион, который так долго строили к чемпионату мира по футболу. И сегодня здесь пройдет тестовый матч, будет играть Калининградская Балтика и Крылья Советов из Самары. Ну, для тех, кто не шарит, будет играть синенькие против беленьких. 15 тысяч человек сегодня вроде как должны быть, поэтому прямо сейчас пойдем и поугараем со всеми. Это ж футбол, здесь надо угорать. Погнали! Привет, девчонки! Не даете интервью? Почему? Мы можем вам только дать телефон. Какой телефон? Евгении. Кто такая Евгения? Давайте узнаем. Мы не даем интервью. У вас долгая подготовка была? Мы не даем интервью. Дать телефон Евгении? Давай телефон Евгении. Она дает интервью? Она дает. Спросит. Это прямо произносите там и кто-то наберет потом. 80-11-46-84-86-5. Все, ребят, если вдруг захотите пообщаться, звоните Евгении, она обязательно с вами пообщается. Спасибо. Где парковки? Отметьте. Вот, давайте пообщаемся. Нифига, как неудобная эта штука. Вот, смотрите, она меня душит уже. Вы из Самары, да, приехали? Нет, мы из Калининграда, но сюда нельзя доехать на машине. Мы решили на великах. Ну, а парковки, велопарковки элементарной нет. А вы просто покататься или на футбол? Думаю, хотели на футбол зайти. А теперь не хотите, уже настроения нет? Ну, нет, еще пока время есть, думаем, куда в велик сидеть. Если что, есть номер Евгении. Евгения решит вопрос по поводу велосипедов. Добрый день, хорошего настроения. Наверное. Можно с вами немножко пообщаться? Да, можно, конечно. Вы прям стоите так, как будто вы... Неудобная, да, вещь вот эта вот? Да, да. Она так вот бьет, вот так вот. Пришли поболеть за кого-то или просто позырить на стадион, как и все? Поболеть. О, мы за Челси. Сегодня играет Челси? И Манчестер играет? Мы волонтеры, мы у каждого спрашиваем, кто сегодня играет. Вариантов было масса, честно скажу. Они просто еще не научили. Простите их, это волонтеры. Они только знают то, что у них не будет денег. И все. Что им знаете про Балтику, хоть что-нибудь? Балтика, пиво, очень хорошее. Парит это футболистов, что вот про пиво все знают, а про них вообще никто не знает. Я не знаю, но я вообще на воротах стою во втором тайме. Ну, правда, еще не сказали конкретно за кого. Блин, какой-то свой футбол в голове видите? Вроде же не продавали там ничего на входе. Вы, судя по всему, пришли просто посмотреть на стадион, как и все? Да, думаю. Сделать фотографию и все? Не, ну мы с детства болеем за Балтику. Что ждете вообще от сегодняшней игры? Надеемся, что не будет вот такого песка, как мы поели по дороге. Это в каком таком заведении вы поели? Нет, это вот мы пока шли, нормально. Это Балтика шарф? А почему у вас разный шарф? Потому что это старинный. Давайте попробуем хотя бы кого-нибудь назвать из состава Балтики. Не назову, у меня с фамилиями проблемы. Хомазун, вратарь. Все, хватит, хватит. Все, видно, видно, разбираются люди. Вот четыре матча будет здесь, чемпионата мира. Что дальше с этим делать? Зачем это все вот это вот строили? Мы вообще надеемся, что Балтика, конечно, будет здесь играть обязательно. На чемпионате мира? Нет, не только. А если Балтика играла бы на чемпионате мира по футболу, какое место заняла бы, как вы думаете? Главное, победа, участие. Да, верим, верим в команду. Прям видно, фаны идут. Жесткие фаны. Полные, да, это правильное слово было. Пришли на стадион посмотреть? Нет, на футбол. То есть, не важно, где бы играли. Даже если бы они играли сейчас где-нибудь на школьной площадке, все равно пришли поболеть. Ну, на школьной, наверное, нет. Как вы думаете, что будет со стадионом? Ну, для концертных мероприятий. Привет, мы помешаем вам сделать фотку. Это не честно, вы приехали просто пофоткаться. Да, конечно, конечно. Мы приехали поболеть за любимый футбол. Нет, реально же все 15 тысяч человек, по-любому из них 14 998, приехали пофоткаться просто. И только вы на футбол? Конечно, только мы. Нет, мы тоже пофоткаться. Вы можете сейчас фоткаться, выложить в середине июня, сказать, что вы на чемпионате мира на Англии, Бельгии в вип-ложи сидите. Сними шарф. Понимаете? Футбол любишь? Да. Не смотрю, но люблю. Вот ты сидела дома, такая есть. Кто сегодня играет? Балтика с командой из Самары. Как она называется? Крылья Советов. Дом Советов? Нет. Крылья Советов? Да. Что про Балтику знаешь, про нашу родненькую Балтику? Замечательная команда, прекрасно играет, люблю, обожаю всех, каждого. Хотя бы троих футболистов. Давай угадаем, любых. Антон Николаев там есть? Сомневаюсь, но возможно. Мухаммед Ибрагимов есть такой? Вполне возможно. Вратарь, по-моему, да? И Александр Иванчиков. Да. Есть такие, знаешь их? Да, да, лично. Все, окей. Футбол, чтобы смотреть, надо разбираться в правилах. Ты знаешь, какие-нибудь правила футбола? Нет. Ты же не будешь понимать, что происходит. Ты просто будешь 22 мужика бегать. Ну, есть мячик, ворота. А, ты просто пришла попялиться на спортивных мужиков, правильно? Ну, не то верно. Они же будут бегать такие атлетичные. У тебя есть парень? Нет. Еще судьбу? Александр Иванчиков твой, если что. Отлично. Опа! Опа-на! Опа! Пришли куда? На стадион Балтика, где играют, крызи с советами. Мы болеем за Балтику. Нам Балтика очень важна. Она должна выйти в премьер-лигу. Но фоточку-то сделаете на стадионе новом-то. Новом-то. Понятное дело, конечно. А что там это? Это же не Балтика футболочка. Это же Хорватия. Просто футболка Балтики дороже стоит, да? В Хорватии сюда еще. Пойдете на чемпионат мира? Купили билеты? Нет, не купили. Почему? Негде взять. Как это негде взять? Не можете помочь? Честно, нет. Есть, короче, идея, чтобы вам поверили все. Вы сейчас делаете фотку на стадионе, так, чтобы команды не было видно. Выкладывайте эту фотку в июне и говорите, что вы на матче Хорватии в этой футболочке. Хорошо, давайте, да. Мы можем даже сейчас интервью перезаписать, как будто на чемпионате мира сейчас. Вы приехали из Хорватии, правда? Почти. Да. Итак, сегодня кто играет? Хорватия с кем играет? Хорватия играют. А с кем играет? Я не знаю, с кем играет. Не помню, я тоже не буду. Советов нет? Не, Балтик советую. С кем играет Хорватия сегодня? Сегодня играет Хорватия с Сербией. Вы понимаете, что вы смогли дойти билет на этот матч? Никто не смог купить билет, а вы нашли билет. А я нашел его, я нашел его. Вип-зоне, правильно? Вы вип-зоне будете сидеть. Так точно. А вы что за канал? Хорватское телевидение. Хорватское сербское. Спасибо, спасибо. Нам нужна только победа. Новый стадион, новый лозунг для Балтики. Блин, да. Пока что Балтика чемпион вызывает смех, к сожалению. Давайте... Чего? Вот так, 13 номер Балтики. Вы поругали сейчас? Нет. Еще хотя бы троих назовем, чтобы мы поверили, что вы фанаты Балтики. Они просто... Касьян! Кто? Александр Касьян. Еще. Он вас спасает, он вас спасает. Давайте по-честному, вот пришли же на стадион посмотреть. Каждый год мы в каждую игру ходим. Так, открываем сайт Балтики, открываем фотогалерею. И мы практически на каждой фотографии там. Хотите, я вам расскажу небольшой секрет, там только ваши фотографии. На этот сайт только вы заходите. Как стадион называется? Стадион очень скучное название, да? Да. Не хватало еще, чтобы Янтарь назвали. Давайте сейчас придумаем какое-нибудь оригинальное название для стадиона Балтика. Как? Кёник. Кёник. Креатив. Это будет самое высокое интервью. Вы пришли на матч Балтики, правильно? Да, очень радостно, наконец-то, нам повезло. Купить билеты стала девушка в часовой очереди. На матч Балтики надо было стоять час в очереди. Как это такое можно? Люди просто хотят посмотреть 80%, наверное, даже 90% хочет посмотреть тупо на стадион. Ты что-то мне подсказывает, что в эти 90% ты тоже входишь? Нет. Нет? Ты на матч пошел? Я болею за Балтик. Ты на матч Чемпионата мира достал билеты, нет? Нет, я... Слушай, ну если ты не можешь достать билеты на матч Балтики, Крылья Совета... Я работаю помощником машиниста пассажирское движение, поезда возить с людьми. У которых есть билеты? Они тебе будут так, ээээ, у нас есть билеты. А я буду плакать. А ты будешь поворачивать так в лес? С рельсов, с рельсов, с рельсов в лес. Ну что ж, друзья, я предлагаю уже потихоньку перемещаться на сам стадион. Давайте посмотрим на эту красоту, и там работает специальный корреспондент. Руслан, как вы меня слышите? Да, Руслан, я вас прекрасно слышу. Я сейчас действительно нахожусь на футбольном стадионе. Как видите, по трибунам действительно было очень сложно достать билеты, как и говорилось в интернете. Ну, не знаю, если честно, ну, не понимаю, куда были потрачены столько денег, столько шумихи было. Ну, стадион, как стадион обычный. Если вы болеете за Балтику, если вы не врете, хотя бы пятерых состава. Логашов, Магаль, Джалилов, Сибаи, Помазан, Тарбинский, Григорьев. Ты уже семь назвал, нет, пять надо было? Я взял. Все, семь не считается, семь это не фанат Балтики, не-не, пять нормально. Вы разбираетесь в футболе, девчонки, сами? Или так? Нет, честно, нет, так за компанию. Сколько хотя бы человек в команде играет? Что такое офсайт, знаете? Да, когда мяч вне чего-то там, вне зоны. Это мяч вне зоны? Да. Кто такой голкипер? Воротарь. Ну смелее. Воротарь. Ну вот, ну вот же. Здесь вай-фай, говорят, какой-то мощный, не пробовали вай-фай? Нет. Мощный? Оооооооооооооооо! Тут так будет периодически, просто орать все будут? Да. Как вы думаете, какой счет будет? 2-0. Какой-какой? 2-0. 2-0 в чью пользу? Нашу, нашу, нашу. Нашу эту чью, может вы из Самары приехали? Мы нашли их, два болельщика из Самары. Очень сильно будем кричать, будем болеть за нашу команду, за Балтику. Балтика вперед! Балтика вперед это очень просто. Просто. Это прям можно, крылья Совета вперед, Россия вперед. Давайте что-нибудь оригинальное придумаем, чтобы они услышали нас. Я дети рядом, не могу оригинально. Это когда они будут проигрывать, да? Нет, даже когда выигрывать будут. Привет, девчонки! Будьте оригинальны, не фотографируйтесь на стадионе. Ну все же это делают. Фотографируйтесь на фоне лифтов. У вас будет столько лайков сразу. Летом пройдет чемпионат мира же у нас? Да. Какое место Балтика там займет? Балтика? Да. Надеюсь, что первое. Все говорят, слушайте внимательно. Все сидят, фоткаются просто, а вы только одни поддерживаете Балтику. Просто мы очень поздно прибыли на стадион, но мы будем поддерживать всю игру. Как будете поддерживать? Мы свою команду не забудем. За Балтику болеть всегда мы будем. Нам ни водка, ни чужие жены не заменят сектор стадиона. Слушай, как тебе вообще стадион? Я не делала фотографии, но однако я замечаю, что все хорошо. Ты не делала фотографии? Нет, две не раз. Давай, подожди, просто посмотри в камеру, мы тебе нимб подрисуем. Да, однако я пол игры вот так кругами проходила и искала мне людей, которые должна встретить. А, ты просто и встречу делала? Да. Я понял, там очень нелегальная какая-то сделка. И ты специально, где много людей. Много людей. Все, убираем нимб, убираем нимб тебе. Ничего себе, подожди, покажи. Можно тебе? У нас всего четыре цифры. То есть вам вообще все можно? Да. У нас есть главный, он нам показывал экскурсии, так что мы сейчас... Вы должны знать его имя. Главный. Борис. Главный. Борис? Борис. Футбол как, нормально? Я в нем не разбираюсь. Какой сейчас счет? А я не знаю. Кто играет? Кто играет? Балтика и... Спасибо, спасибо, спасибо. Как вам матч? Футбол как? Стадион хороший? Хорошо. Закрыли советы в Балетии или как? Или за Балтику? Балтику. Балтика? Балтика. Балтика, все, Балтика. Балтика. Здравствуйте. Балтика. Как стадион? Давай, 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 родники, давай. В самом начале мы общались со всеми болельщиками, которые заходили на стадион и спрашивали, как закончится этот матч. Давайте проверим, сбылся ли этот прогноз. Балтика чемпион! Выиграли. Каким счетом выиграли? 2-0. Ничья 2-2. Сибай забил через себя. Я думаю, 2-1. Ну, когда вы выбежали на поле, конечно, никто этого не ожидал. Да, да. 5-0. 1-3. 2-0. Балтика. 2-0. Балтика. Вы разные матчи смотрели, да? Какой счет? 5-0. Кто забил? Кто забил сегодня? Сибай. Сибай 2. Матч был классный. Так, что больше всего понравилось тебе? Забитые голы нашей команды. Какой счет-то был? Какой счет там был? 2-0. 2-0. Наши вколотили? Да. Кто забил? Люди. Я первый человек, наверное, никого в кадре больше нет. Первый человек, который ступил на этот газон. Все, не хочу больше ничего снимать. Тут очень прям так классно, мягко. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok